Окей, друзья, подъехала новая серия с гольфом, долгожданная серия с гольфом, в которой мы продолжим заниматься расширением кузова. Из обычного гольфа делать мега широкий гольф. Казалось бы, гольф такая банальная машина для тюнинга, но в данном случае объем работы и подход работы далеко не типичный и не банальный. В общем, приятного просмотра! И так, правая сторона у нас перехвачена на точке, можно отсюда наблюдать всю ширину. На самом деле, что хочется сказать, я думал, что сделать симметрию будет намного проще. Выкрики у нас же есть, переносишь на металл, вырезаешь, прихватываешь и готово. По факту, оказалось совсем по-другому. Раза три я переделывал, прихватывал, отрезал, перерезал кучем металла. На самом деле, из первого раза получилось довольно-таки неплохо, но во мне заиграл перфекционист. Хотел, чтобы было все круто-круто. И вот даже сейчас берем сверхточный инструмент, китайский Android. Так, где тут уровень. И промеряем вот угол. Ну вот, где-то округлять 54 градуса. И идем на другую сторону. И прям вот градус в градус, можно сказать. Получилось все круто, что не может не радовать. Ну и, собственно, осталось дело за малым. Все это теперь обвариваем так капитально, зачищаем, готовим, в общем, к нанесению олоба. По сути, все то, что вы уже видели. Итак, давайте немножко обрисуем, что тут происходит. В общем, переднее крыло у нас готово. Черновой вариант готов к нанесению грунта, выравнивания и тому подобное. В общем, не стал я пока наносить, ну, заниматься именно передом, довыводить его. Потому что, ну, банально у меня умерла вот эта пушка, она уже еле греет. И тут в гараже довольно-таки прохладно. Из-за этого, ну, как бы, грунт наносить долго сохнет, шпаклевка долго сохнет. И еще плюсом все это дело усложняется коронавирусом. То, что, ну, банально, хрен что где купишь. А если купишь, то, ну, с небольшими сложностями. И поэтому я пока решил перекинуться на заднее крыло, сделать его, потом порога, а уже после этого всю сторону, собственно, загрунтовать и выравнить. В общем, как-то так. И еще один момент по переднему крылу. Не стал я выводить его, как бы, в идеал оловом. Потому что, ну, это очень долго, геморренно. Да и я просто-напросто это, наверное, и не сделаю. Поэтому, ну, вот, в принципе, форма есть. Здесь местами неровно, но все же это все выровнится шпаклевкой. В любом случае это лучше будет, если вот представьте, сколько тут будет шпаклевки. Ну, она со временем, конечно, поотрескается, просядет и тому подобное. А когда оловом вот так вот, в принципе, шпаклевочная работа сводится к минимуму. Насчет соблюдения симметрии. На самом деле скажу, вот с передом немножко помучался. Да, есть такое дело. Задница, ну, просто понакатанная. За один день выставил кромку. Выставил наклон, ну, вот этот сверху, козырек, назовем его вот так. Просто шикарно. Градус, градус. 54 градуса задница, наклон вот. Козырька. 53 переда. И та сторона тоже самая. Вымерял просто по нанотехнологиям сверхточный. Уровень, это телефон. Машина, к примеру, вот опережая ваши это вопросы. Сейчас вырублю. А как у нас, собственно, машина стоит? Так. Машина у нас. Ну, можно сказать, прям в уровень. Машина в уровне, собственно, и крылья у нас. Полная симметрия насчет наклона. Также по зазорчикам все, ну, вроде все четко, как бы. Ну, по крайней мере, в глаза этот точно бросаться не будет. Меня вполне это устраивает. То, что получается. Часто спрашивали вопрос, а как ты, собственно, добиваешься симметрии? Как ты будешь ее добиваться? Да все очень просто. Перед тем, как вырезать, к примеру, этот лист вот на ту сторону, я его переносил на бумагу. Собственно, вот она деталь, которая отзеркалена. Все, и убери, и приваривай. Та же кромка, вот эта кромка, которая завальцованная, она идет на четырех арках одна и та же. То есть, собственно, просто копирую четыре вот эти кромки. Ее приваривай. Да, некоторые моменты спередом возникли сложности насчет выставления этой кромки. Чтобы вот, ну, тут больше момент был, чтобы, например, вот здесь вот от колеса одно и то же расстояние было, что и там. Чтобы вот этот угол перехода был один и тот же. В общем, ну и опять же, это не настолько геморрно, вот, как многие думают. В принципе, по сути, просто бери и делай. Семь раз отмерь, один раз отрежь, привари, потом снова отрежь, снова семи раз отмерь и снова привари. И все будет просто супер. Вот это у меня так. Ну, вот еще наглядно доказательство тому, что вот наклон крыльев, в принципе, одинаковый. Ну, сами видите. Собственно, как и на другой стороне. Все абсолютно то же самое. Вот вам и зеркальность. И вот просто добью свою мысль, отзеркалить намного проще, чем вот с нуля искать форму, вот как я вот искал задним крылом и передним крылом. Здесь же просто повторяешь свои действия. Все просто. Ну, все очень долго. У нас крылок приварено, обарено, все качественно зачищено. И видите, очень даже круто. И воля судьбы, можно сказать, везение, то, что, ну, не перекрыло горловину. Правда уже, когда, наверное, сюда подкинется олово, крышка открываться, наверное, полностью не сможет. Либо будет цеплять, что не есть хорошо. Но есть мысль по этому поводу, это сейчас достану. Горловину перевернуть немножко вот так. То есть здесь отпилить, немножко сместить вниз и как бы, чтобы открывалось вот так вверх. В принципе, не так все сложно, как я на самом деле думал. Если вот, например, она перекрыла бы горловину, но это было бы, конечно, кошмар. Это очень много дополнительной работы. Это вплоть, ну, представляете, блин, это сколько, блин, резать, пилить, подгонять и варить. Ну, нахрен это надо. А сейчас вот так вот повернули. И, по-моему, будет сказка. В общем, осталось дело за малым. Накидать сюда олово. Ну и, разумеется, в самом разгаре работы по закону подлости закончилось олово. Но уже сейчас я наблюдаю такой момент, то, что, да, с горловиной будут проблемы. Все-таки придется вот так отрезать и переворачивать крышку. Потому что здесь при открывании, скорее всего, она будет цепляться. Ну, олово-то да закажется. Бог с ним это. Ну, чтобы не терять время, мы сейчас так машину поднимаем вверх. Дабы было проще отпиливать старый порог и вместо него приваривать новый, значит, да. Грязи внутри, ну, просто, ну, жесть. Наверное, скорее всего, не было одной заглушки вот такой. И туда, ну, налетело, ну, сами видите. Ну, это вообще... По состоянию, что с порогом? На самом деле, не так все плачевно, как изначально я думал. Ну, да, есть тут моментик. Скорее всего, так отпилиться. Здесь, ну, подзачистится, немножко подзамято все. Но, в принципе, ничего криминального. И я лишний раз поражаюсь все-таки, насколько хорошие кузова у багов. Потому что, ну, посмотрите, сам подомкратник, в принципе, и все, что выше вот этой кромки, ну, просто в отличном состоянии. Как новое, хотелось бы сказать, но не прям новое. Но все же прям супер, и я очень рад, что не надо это все вот это дело переваривать. Ну, а чтобы было все-таки к чему переваривать новый порог, вместо вот этой кромки, вернее, к этой кромке, вот так во всей длине будут переварены вот эти полосы. Сталь 4-х миллиметровая. Получается, она будет привариваться, и уже к ней будет привариваться непосредственно сам порог. И он будет настолько крепкий, что на нем можно будет, как на салазках, ебашить по всем люкам и неровностям асфальта. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, порог принял свое место, все проварено, зачищено И вот обратите внимание, как он выглядит с торца Вот эта кромка ниже вот этой части где-то сантиметра на полтора Дабы можно было сюда подкинуть сплиттер и ложился порог именно на нее, а не на сплиттер И в то же время эта кромка защитит сам сплиттер от несгод судьбы, то есть неровности асфальта и ударов Дабы сохранить его в надлежащем виде как можно подольше И сам сплиттер тоже будет выполнять функцию защиты Лучше каждый сезон менять сплиттер, нежели перекрашивать или рихтовать порог Как бы нахрен это надо А так, в принципе, вы можете меня даже поздравить По сути, все сварочные работы с Гольфом закончены Блин, это вот самый, на самом деле, наверное, тяжелый этап процесса Самый грязный, блин, фу-фу-фу Осталось так, помелчи, это все-таки решить вопрос горловины Скорее всего, здесь придется отрезать, как я говорил ранее И немножко переваривать В общем, но основной массив работы сделан И это очень круто Ну а уже выравнивать вот это все, вышпаклевывать, приводить в надлежащий вид Будем в следующей серии Накинем двери, выгоним из гаража И можно будет посмотреть на Гольфа На каком-нибудь хотя бы расстоянии А не вот в этой маленькой комнатушке Но это все будет уже в следующей серии В общем, друзья, ставьте лайки Пишите комментарии, напишите, что-нибудь приятно Мне будет приятно почитать В общем, пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok